здравствуйте сегодня будем готовить обычные пирожочки с творогом на сковородке для этого я беру 250 миллилитров сыворотки можно кефир добавляю ложку сметаны столовую с горкой сметана домашняя жирная молоко или вернее сыворотку чуть-чуть подогрела потому что она с холодильника так добавляю в это будущее тесто щепотку соли чайную ложку сахара и чайную ложку без верха соды питьевой сода должна соединиться с кислым с кислым с кислой средой видите уже начала пениться секунду пусть постоит а за это время я буду взбивать яйцо которое кладу чайную ложку сахара ванильный сахар можно пол пакетика я высыпала почти весь пакетик хорошо яйцо взбиваю и это яйцо буду использовать и для начинки чуть-чуть а остальное и для теста то есть это не будет очень насыщенное жирное богатое тесто простое взбила часть выливаю сюда на творог почему не полностью яйцо потому что ну хочу чтоб творог все-таки он суховатый и пусть он такой таким и остается потом как пирожки в на сковородке чтобы они не были мокрыми вот так я разделила практически пополам может на тесто немножко меньше так это пока порох пусть постоит а сейчас буду делать тесто так пока что венчиком взбиваю как обычно только если пироги в духовке делаю такие то можно сюда добавить масло можно добавить подсолнечное масло сливочное масло а если на сковородке то я этого не делаю делаю их такими более пресными если можно так сказать вот такие замешиваю дальше добавляю муку для того чтобы можно было вымесить тесто вручную выкладываю на стол и уже замешиваю на столе тесто должно быть такое эластичное в меру мягким пока накрываю в творог можно добавить еще сахар можно добавить соль но это все по вкусу я обычно оставляю творог начинку не очень сладкой потому что ну пирожки были не мокрыми внутри потому что сахар обычно дает такую влагу в твороге поэтому чайная ложка плюс и это ну полторы чайной ложки с горкой здесь у меня сахар ну давайте бросим еще буквально щепотку соли для для вкуса как говорят обычно ну соль сахар по вкусу вот так творог уже готов можно его перетереть через сито ну мы это делать не будем раскатываю вот так тесто почти почти не липнет можно в этом в этот момент можно чуть-чуть налить на доску или меня вот на стол немножко подсолнечного масла можно раскатать немножко качалкой и не добавляю уже на те на стол муку налила растительного масла потому что потом если мука остается на тесте то будет на сковородке гореть и будет невкусно некрасиво поэтому лучше уже в этот момент вот такой лучше добавить масло растительного естественно так распределила весь творог и обыкновенного так слепливаю пирожки хорошо защипываю делаю их такими немножко сдавливаю для того чтобы они были плоскими вот так в сковородку наливаем масло выкладываем той стороной где защипы выкладываем вниз накрываю крышкой вот такие пирожки получились подпишись я как вы вы